Анара Салаева представляет Аудио Учебники Всеобщая история, 6 класс 10 параграф Государство Ахименидов Ключевые слова Ахименидская империя Кирь 2 Камбис 2 Гаумата Дарий 1 Сатрап Дарик Древнее население Иранского плато В древние времена состав населения на Иранском плато состоял из разных народов. Древнейшими жителями этих территорий были Эламы. Много позже на этих землях поселились арийские племена. Прежде эти племена жили в степях Восточной Европы, где занимались скотоводством. В конце 2-го тысячелетия до нашей эры часть арийских племен, пройдя через Кавказ по западному побережью Каспийского моря, а другая часть через Центральную Азию, поселились на территории нынешнего Ирана. Пришлые арийцы постепенно смешались с местным коренным населением, которое приняло их язык. Начиная со второй половины, 8-го века до нашей эры, ираноязычные племена западного Ирана уже составляли большинство. Образование Ахименистского государства Завоевание Кира II Кир II, происходивший из рода Ахименидов, сверкнув с престола своего деда, Мидийского царя Астиага, захватил власть, провозгласив себя царем Мидии. Город Экбатана стал столицей Ахименистского государства. В годы правления Кира II Ахимениды захватили все территории Мидии, Лидию, Малой Азии. Все страны, вплоть до Египта, были подчинены Ахименидам. Воодушевленный своими победами, Кир II совершил военный поход против массагетских племен. Древнегреческий историк Геродот писал, что массагеты были многочисленным и отважным народом. Они жили у берегов реки Араз. В преддверии похода Кира II племенами массагетов правила отважная женщина по имени Тамерис. В битве с массагетами Кир II, считавшийся до этого непобедимым, потерпел поражение и был убит. Завоевание Египта Завоевание Египта Камбизом II Пришевший к власти после смерти Кира II, его сын Камбиз II с большой армией двинулся на Египет. В 525 году до н.э. он, одержав победу в рижайшей битве, подчинил себе Египет. Египетские жрецы официально объявили Камбиза II египетским фараонам. Таким образом, после этого похода Ахименистская империя охватывала обширные территории, простиравшиеся от Египта до Индии, от Персидского залива и Индийского океана до гор Большого Кавказа. Пока Камбиз II находился в Египте, в 522 году до н.э. медийский маг Гаумата захватил власть в Ахименистском государстве. Услышав эту весть, Камбиз II собрался в дорогу. Однако по пути из Египта он умер при загадочных обстоятельствах. Гаумата освободил на три года все народы, входившие в состав Ахименистского государства, от податей и военной повинности. За 7-месячный период его власти в стране не произошло ни одного восстания, но в результате покушения Гаумата был убит. И к власти пришел Дарий I. Дарий I провел реформы. Он разделил государство на административно-податные округа, так называемые сатрапии, наместничества. Главу такого округа называли сатрапом. Сатрапии обязаны были подставлять в царскую армию воинские отряды и рабочие силы для ведения больших строительных работ. Дарий I создал сильную армию и единую денежную систему. Все монеты чеканились из золота и серебра. В честь Дария I золотые монеты назывались Дариками. Для расширения границ Ахимнийского государства Дарий I ввел войны на суше и море. Подчиненные ему государства разграблялись. В казну поступало огромное количество сокровищ. В 330 году до н.э. В период правления Дария III Ахимнийское государство в результате похода Александра Макдинонского на восток перестало существовать. Анара Салаева представляет Аудио Учебники